Давайте я задам вопрос, а кто их избирал? Депутаты же, избиратели же избирали. Вы опосредованно сенаторов избираете через Маслихаты. Вы Маслихаты, кого избираете? Ребята, всем привет. Ну, за что это нам, народу Казахстана? В общем, Берганым Айтимова избрана председателем, в общем, заместителем председателя Совета Сената. Такое кадровое назначение произошло 30 сентября. Ну, что можно сказать? Конечно, мы хоть и по ее словам не становимся образованными с рождения, не умеем читать и писать с рождения, но она утверждает обратное. Но не в этом суть, а в том, что такой Сенат в наше время, я имею в виду в политической жизни Казахстана. Ну, это такой орган, Пятое Колесо, Пчереги. У нас вообще по форме управления государства, у нас же ведь не федеративное государство, где Сенат необходим, а унитарное государство. И этот Сенат, ну, не нужен. Ненужный орган, я бы так сказал, это, знаете, что для нашего президента первого, это кадровый резерв. Ну, сейчас там скопились, в основном сидят пенсионеры, которые так или иначе имеют заслуги перед 0-1, ну, и получают зарплаты. Вообще, вот, бытует мнение, что Сенат и мажористы, это не депутаты, это просто люди, которые сидящие там, за наши денежки, просто заверяют то, что им предлагает правительство. Они не утверждают, они как нотариат заверяют все законы, порой, я так понимаю, не глядя. И, таким образом, потом мы просыпаемся, беремся за голову и удивляемся, почему у нас такие законы. Вообще, кто не знает, Берганыма Айтимова, она была депутатом действующим, ну, и сейчас вошла в совет, я так понял, старейших там, в самом Сенате заместителем стала. И эта должность, видимо, тоже оплачиваемая за счет наших налогов. Но, когда ее назначали, наверное, надо было все-таки спросить у нынешнего президента Украины, Зеленского, что он думает по этому поводу, поскольку он ее пародировал. В Казахстане в ходе международной конференции сенатор, а Берганым Айтимова поразила присутствующих своим докладом. Мы еще не такая страна, как наиболее... Даже еще мы идем в тридцатку, но еще не такие, как все. Поэтому нам нужно все равно идти по необходимости. И достаточно никто так не пиярит хорошо нашу страну, как именно комики Саша Барон, Коин, знаете вы его все, да, и другие пародисты. Они показывают нашу страну, изнаночную сторону с юмористической точки зрения. Ну, мы-то не обижаемся казахстанцам, это ведь с чувством юмора у нас есть. Ну, и в то же самое время это прославляет нашу страну хотя бы так. Но мы же не такая нация, мы читать и писать уже с рождения можем. Видал, какие технологии? Читать и писать казахи могут уже с рождения. Молодцы. Учитывая, что госпожа Айтимова несколько лет занимала пост министра образования Казахстана, мне страшно себе представить, чему под ее руководством учили казахских детей. Ну, вот, если говорить дальше, что у нас есть в Казахстане, о чем бы потом говорила вся мировая общественность, что мы производим в экономическом смысле, кроме нефти и газа, чем мы можем похвастаться, да, вот мы все-таки должны благодарить комиков, которые хоть как-то нас виярят. Ну, а то, что касается экономики, тут далеко ходить не надо, ее в Казахстане реальный сектор экономики почти нет. Экономика лежит на боку. это вот достижение. Почему вот этот Сенат, там какие-то движения происходят, кого-то избирают в Совет Старейшин, еще что-то, но зачем он, этот орган, нужен? Вот, взять Астану, когда начался проект строительства, как оно называется, ЛЭП, да, куда потратили якобы уже около, или пытались потратить миллиарда долларов. Это воздушные, я так понял, вот эти колонны ставятся, на них рельсы, и по этим рельсам ходит общественный транспорт, то ли трейлебус, то ли поезд, в общем, не важно, но факт то, что этот проект, ну, не удался, а деньги потратили, и вот этот Сенат, он бы мог что-то сказать по этому поводу, но это одно из примеров, да, а вот смотрите, что такое миллиард долларов, да, если перевести, да, на конечный продукт, который мог бы быть полезен для Казахстана, если так посмотреть, во сколько обходится строительство нового детского садика, такого небольшого, да, это миллион долларов, получается, если бы не это ЛЭП, а потратили бы на детские садики, то тысячу детских садиков, вы можете себе такое представить, тысячу детских садиков, ну, или, если перевести это на квартиры, для малобеспеченных, для тех же многодетных, для сирот, сколько, во сколько квартир, сколько квартир можно было бы построить на миллиард долларов, посчитайте, да, и сразу вопрос жилищный, для многих категорий уже закрывается в Казахстане, но нет, зачем нам думать об этом, зачем, когда надо говорить об имиджи Казахстана, надо показывать то, что у нас есть, вот это Астана, туда вбухиваются миллиарды долларов, вот, показать хорошую обвертку, а суть за эту обвертку спрятать, а суть заключается в том, что материал, сироты стоят десятилетиями, не получают жилье, то, что у нас экономика, не работает почти, что люди выезжают на заработки в ближние и дальние зарубежья, что доходы в Казахстане низкие, об этом вот эта обвертка, вот это все скрывает. Недавно вот, по-моему, статистические данные появились по поводу того, что оказывается около сколько там, 160 с чем-то человек, это супербогатые в Казахстане, которые имеют доход более 50% всего Казахстана. Вы можете себе представить, да, какой разрыв, как при такой ситуации можно говорить о том, что у нас великое достижение, что Казахстан идет впереди России. Президент даже, по-моему, говорил о том, что Казахстан впереди России. Извините, это же просто смеются над нами. И вот Берганыма Айтимова, извиняюсь, она выбрана в Совет. В принципе, это нормально для нашей страны, в принципе, это отражает нашу реальную действительность. Вот то, как она говорит, в принципе, это и есть качество нашей власти, качество депутатов, качество всех тех законов, которые они как нотариат утверждают, заверяют. Вот. Это результат не естественного отбора, не селекции естественной, это результат отрицательной селекции. И туда прорвались не те, кто может делать хорошо, не из лучших туда прорвались в нашу власть, а вот те, кто умеет быть родственником, те, кто умеет быть лояльным, те, кто умеют молчать, те, кто умеют встраиваться в коррупционные схемы, ну и так и далее. В общем, что думаете по этому поводу, конечно, событие особо-то не особо-то такое значительное для Казахстана, но так или иначе, что думаете по поводу нашего Сената, по поводу Айтимовой, то, что ее назначили в Совет, будет интересно, конечно, подискутировать, хотя, что тут дискутировать, все и так ясно. В общем, вот такие дела. Кому ролик понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я долго не выходил, потому что у меня занятость появилась такая небольшая, но так иначе я все равно буду выходить. В общем, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok